друзья всем привет вы на канале технопарк меня зовут александр сегодня я приехал в соседнее хозяйство ну как соседнее хозяйство даже соседний регион у нас получается здесь полным ходом идет точнее уже заканчивается уборка картофеля вот кое-как мы успели сюда приехать последние поля убирают вот картофельное поле виднеется картофель и уборочный комбайн самоходный сейчас мы тоже поподробнее заснимем в общем техники здесь много трактор джон держся 930 уже двухрядной копалкой прицепной все по очереди сейчас потихоньку заснимем давайте начнем с самоходной машины по уборке картофеля от производителя грим поближе подойдем вот он видит красавец самоходная картофель уборочная машина грима сожалению не было времени подготовиться узнать техническую информацию этих машин так как времени сейчас мало время уже третий час и скоро здесь закончат уборку а главное надо успеть заснять все это в общем копая сразу два ряда колеса впереди спаренные подруливающие кстати сзади тоже подруливают колеса модель sf 15060 довольно таки большой такой компайн самоходный Как вы уже заметили Между двумя рядами лежит еще картошка Она оттуда появилась благодаря трактору Джон Дир С прицепной копалкой Получается он рядом здесь проходит Вот здесь проходило И перекидывает картошку в соседний ряд уже И с соседнего ряда Подбирает грим По факту он 4 ряда берет Но копает 2 ряда Так как объем картошки мало здесь Он спокойно с этим справляется Сзади ходит один человек Бывает там картошка выпадает Каждая картошка ценится Чтобы в поле он не оставался, не лежал Человек ходит, подбирает И перекидывает уже вот оставшийся ряд Где есть картошка Для более лучшей устойчивости машины Конструкторами предусмотрен Механизм выравнивания горизонта самой машины То есть при наклонах больших Она сама выравнивается Здесь наклон небольшой Но в другом конце поля Там овраг И наклон побольше Интересно, конечно, узнать Самовыравнивание Каким образом сделано За счет пневматических подушек Или, ну, скорее всего, наверное Гидравлических цилиндров Развернулась машина Поехала обратно Кабина, кстати, тоже Может вращаться Как в левую, так и в правую сторону Она установлена на специальной платформе Аплодисменты 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 Бункер для картофеля и транспортерная лента для выгрузки это одно единое. Как мы можем заметить в процессе наполнения бункера картофелем, транспортерная лента двигается и перемещает картошку ближе к краю бункера. Для ограничения картофеля, чтобы не подпадала, есть такая резиновая перегородка. Наполнился бункер, подъезжает транспортировщик картофеля, в данном случае МТЗ-82 с двухосным прицепом. Есть еще Урал, тягач, к сожалению, пока что уехал на выгрузку, сейчас приедет. Транспортерная лента, бункер, точнее, поднимается наверх для выгрузки. Довольно-таки массивный бункер, такой большой, подъезжая трактором. Для более аккуратной выгрузки есть такой резиновый ограничитель в виде формы пирамиды желтого цвета. Вот, смотрим, пошла транспортерная лента, презент приоткрылся, идет выгрузка. Трактор по мере необходимости перемещается. Картошка перестала с обидцом, приподняли выше. Вначале только с ним пользуется, да, потом уже убирают в сторонку. Это сделано, скорее всего, для более аккуратной выброски. Первый слой картофеля, чтобы прицеп не падал с большой высоты и не мог сильно пораниться. Поэтому есть вот такой вот мешочек, можно сказать, внутри там перемычки, чтобы картошка падала более мягко. Очень быстро выгружается. Да и сама машина картофелюборочная передвигается по полю довольно-таки быстро. По скорости она даже опережает трактор Джон Дирвиса прицепной копалкой. В общем, крутой комбайн. Сейчас поподробнее мы заснимем сверху и переключимся на следующую технику. Бункер снова отпускается. Кабина поворачивается со сдвигом, чтобы комбайнеру или оператору, как будет правильно назвать, было удобнее смотреть за грядками, то есть направлять машину. предупреждающий сигнал для людей, которые находятся наверху. Бывает, выпадают вместе с картофелем большие глыбы камней там. Люди наверху их сортируют. Ну, здесь почва такая, знаете, мягкая. Я думаю, вряд ли там какие-то глыбы камней есть. Ну, мало ли, может какая-то железяка там тоже поднимется, тоже надо убрать. Вот он, красавец. Урал едет. Тягач. В наших краях я их вообще нигде не видел. У нас в хозяйстве есть сельхозники, и все. Просто красота. Выгрузка довольно-таки быстро происходит. Трактористы-механизаторы между собой общаются рациями. То есть в этих случаях рация просто необходима, когда у тебя такой длинный прицеп. Ты не видишь, что происходит сзади. Вот и все. Секунд, наверное, 20. Один бункер выгрузился. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь у нас трактор John Deere С прицепной копалкой Копает два ряда Картофель перемещается с помощью транспортерной ленты В соседний ряд Колеса специально установлены Для междурядиев узкие такие Трактор передвигается сам Без помощи какого-либо автопилота Так как ему колесам здесь некуда деваться Они едут по междурядию Междурядью Копалка тоже Grim GVR 1700 Привод на транспортерную ленту Идет через гидромотор Гидронасос Картошка складывается в соседний междуряди Потом уже Картофель уборочный комбайн Его будет оттуда подбирать Картофель Гидресс Картофель Невмон Так, друзья, соседнее поле Здесь другая техника Никак не могу Урал заснять Опять только что загрузился Уехал Но сейчас мы ее все равно дождемся Ребята вообще молодцы Смотрите, как занимаются картофелем Какая техника у них классная Джон Дир Ладно, как бы трактор Джон Дир Но картофель и копалка Один из самых последних Самый мощный Ну, не самый мощный Там есть, говорит, и четырехрядник Это двухрядник Evo, 290 грим И он держит, 61,95 м Просто громадная Громадная установка Картофель и копалка Вы только посмотрите на него И герц Как тихо едет Сзади даже есть фонари То есть спокойно можно выезжать На дороге общего пользования Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому При развороте Обе оси копалки Поворачиваю тоже За счет гидроцилиндров Такой громадской техники Естественно Необходимо просто Поворачивающиеся колеса Для уменьшения радиуса разворота Просто какой-то Громадный завод Трактор Без напряга Заезжает на пригорку Копалка Без сомнений Наверное Весит Тонн 15 Если даже не больше Но Джон Дир справляется Весит 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 Так друзья Приехали мы с поля В картофеле Сортировочный пункт Плюс Сзади можете наблюдать Хранилище Здание специально для хранения Картофеля Вот только что ФН приехал Урал здесь уже стоит На выгрузке К сожалению Я наверное Уже Не успею его заснять Ну Давайте Все таки Попытаемся заснять В общем Разгрузка у него Оказывается непростая Такая Интересно Так Обойдем его С той стороны Урал конечно Выглядит просто Прекрасно Вы только взгляните На него Какой красавец Вообще Фары Смотрите Поставили тут Цветодиодную Оптику Уже нештатные Колеса Диски Как окантовка Выделяется Красиво Прицеп От производителя Тонар Транспортерная Выгрузка Вон Транспортерная Лента Как раз Только что Двигается Выгружается Она вроде как Двумя способами Не объяснили Первый Это электрический Вот видите Розетка подключена На 380 вольт Установлен Электродвигатель Вот он Электродвигатель Также Разгрузка Возможно За счет Гидравлики Вот Рукава здесь Сам насос Он сзади Установлен Так как здесь Скорее всего В связи с тем То что здесь Тягач Урал Она выгружает За счет Электричества Если же Был бы Какой-нибудь Трактор То Выгружался бы Наверное За счет Гидравлики Уже Картофеля Сортировочный Пункт В принципе Похож На наш Но Этот Куда Новее И уже Модель Другая Раш 2460 У нас Немного Другая Сейчас Начнем Отсюда Поднимемся Немножко Надеюсь Нас ругать Не будут Вот он Гидромотор Для Выгрузки Картофель Выгружается Падает С Просмотром Ленты И также Дальше Перемещается Наверх Уже там Распределяется Фэн Тоже Красавец Стоит 936 Просто Монстр Так Давайте Взглянем Повыше Аккуратно О В принципе Здесь Картошки Еще полно Сеточка Спереди Скорее всего Тоже Рассчитана Для того Чтобы При Выгрузке Картошки Она Резко Не падала Вниз И не Ударялась Картошка Падает Спереди По идее Дальше Должна Перемещаться Транспортерной Лентой Но В поле Это Невозможно Из-за Тягача Вот так Вот Картошка Перемещается На сортировочный Пункт Дык Грим И здесь Так На данный Момент Вижу я Так Первая часть Это грязь Он уходит Сортируется В отдельный Прицеп Грузится И второе Картошка Уходит Транспортерными Лентами Сразу В хранилище Транспортерные Ленты Такие Мобильные Их можно Переставлять Тоже От электричества Работают Сейчас Обойдем Тоже Посмотрим Прошу Заметить На Конструкции Транспортерной Ленты Как она Выполнена Транспортерной Транспортерной Похож Похож На Какую Лестницу А Когда Она Уже Складывается Здесь Получается Вот Так Защита Для чего Это Нужно К сожалению Я точно Не могу Сказать Что Может Очищался Грязь Падала Вниз Я не знаю Точно Ничего Не могу Сказать Даже Предположений Пока Что Нет Так Как Вижу Первый Раз У Ребят Тут Техника Вся Стоит Новая Чисто Аккуратно Вообще Похож Как будто Я Попал Какой-то Фермы Симулятор Где Вся Импортная Техника Стоит В общем Молодцы Ребята Сразу От Себя И От Зрителей Хочу Сказать Большое Спасибо Хозяевам Всем Кто Трудится В этом Хозяйстве За то Поснимать Посмотреть Как вообще Все это Происходит Процесс Вот здесь Происходит Сортировка Фракция Грязь Мелкая Здесь уже Покрупнее Наверное Мелкий Картофель Который Никуда Не ходит По идее Все работает За счет Гидромоторов Вон их Сколько Что бы Установлено В один ряд В общем Земля Сыпется Транспортируется Прицеп Потом Уже Будет Вывозиться Наверное В поля И эта Транспортерная Лента Тоже Работает За счет Электричества Высоту Наклона Можно Менять Ручной Гидравлический Насос Подъемник Там Крат Точнее Так Здесь Картофель Только на Одну Фракцию Сортируется Все Мелкое И крупное Оттает На Одну Транспортерную Ленту Здесь Люди Дополнительно Сортируют Убирают Гнилые Картофели И так Далее Все Что попало Камни Бывает Попадают Дальше Картофель Перемещается Уже Хранилище Хранилище Непростое Кстати Утепленное Из стендвиш-панелей Собрано Вроде как Обалдеть Сколько Здесь Картофеля Вот Основная Наклонная Транспортерная Которая Регулируется Сопульта Наверху Стоит Оператор Контролирует Весь Процесс По Мере Загрузки Картофеля Транспортер Ленту Перемещается Влево Вправо Вот Жесткая Опора На которой Есть Шарова Где Может Крутиться И Это Колесо Для Транспортировки Скорее Сего И Вот Спереди Еще Видим Два Колеса Для Маневрирования Внутри Помещения Модель Maybe Ma ML 16-8 К сожалению Я английский Не учил Учил Немецкий Так что Читаю Можно Сказать На Немецком Вы Только Взгляните Сколько Здесь Картофеля Какая Высота Ну Высота Наверное Я думаю Метод 6 Где-то Здесь Ангар И Все Это Заполнено Картофелем Такого Чувствую Как будто Я Куда-то Попал За Границу Реально Такого Я Еще Не Видел Также Высота Подачи Картофеля Регулируется Гидравлическими Цилиндрами Вот Вот По бокам Две Штуки И Вот Так Вот Потихоньку Распортер Лето Двигается Влево Право Влево Право И Распределяет Картофель Вот Так Вот Друзья Ребята По-крупному Занимаются Картофелем Какая Красота Не Ребята Молодцы Вообще Ну Думаю На этом Будем Заканчивать Друзья Всем Тем Кто Понравилось Видео Ставьте Лайки Комментируйте Всем Тем Кто Не Понравилось Видео Ставьте Дизлайки Тоже Комментируйте Это Тоже Хорошо В общем Всем Спасибо За Внимание Всем Удачи Всем Успехов Всем Пока